Вот это такая историческая часть? Да, лесопарковая часть, в которой сохранились вековые деревья во время строительства объекта. То есть сколько лет примерно? Сто больше. Это одно из самых больших? Да. Измерим? Да. 286 сантиметров. Впереди находка куда больше, и может и там не предел будет. Уж слишком часто смотрели по сторонам. Заяц! Ты видишь? Много здесь таких обитателей? Да, я насчитала пять. Это точно разное? Да. Они в одной группе просто сидели, вот там как-то. Тепло было, лето, и они сидели. 15 гектаров столько здесь земли. И 10 из них абсолютно зеленых. Ну или сезонно золотых. Каждый год обновления. Клен, рябина, дуб, береза, ель. А молодые подкармливаете? Конечно, да. Да, удобрения разные, минеральные, комплексные. Удобрения белорусские? Да, да, да. Но не только отечественное удобрение, залог хорошей шевелюры равно кроны. Уходовые ежедневные работы тут все как в салоне. Стрижка, ну или вот такой апгрейд. Вот эти желтые иголочки надо обрывать, чтобы было красиво. А потом собираем и красоту наводим, чтобы не было видного желтого. Это естественное отмирание, но и все равно нужно навести красоту, чтобы оно всегда смотрелось издалека красиво. Без внимания ни одно растение расти не будет. Оно как живое. Чем больше ты к нему относишься теплее, тем оно лучше растет. На будущей неделе дворец станет еще краше, где заложат новую аллею. Нам покажет... Александр Григорьевич. Александр Григорьевич? Да. Так, Александр Григорьевич, ваша машина? Это наша общая машина. Александр Григорьевич меня еще на машине не возил. Да. Давайте подвезите. Ой! Любимое дерево какое. Бережа. Почему? Мне вот она очень нравится и весной, и летом, особенно осенью. Что здесь будет? Яблоня или вишня? Может, ель? Следите за новостями. Условно, флору на улице делим на три части. Это лесопарковая часть, аллея гостей, заложил которую президент сыновьями. И их ель, ну, правда, самая красивая. И плодовый сад. Его оставим на десерт. Пока же греться во дворец. То, что сегодня красота и достояние дворца независимости, это большая наука. Стояла задача сделать таким зимний сад, чтобы было ощущение, что здесь он уже много лет. Поэтому отдельные деревья привозили с приличным возрастом в паспорте. Вот эти пальмы Вашингтония, а их в зимнем саду сразу две, доставили во дворец независимости весом 100 килограммов каждое. За эти годы они сильно прибавили в размере, и сегодня будто вокруг них формируется все пространство в зимнем саду. В естественной среде в Вашингтоне могут достигать до 30 метров в высоту. При этом здесь зимний сад от пола до верхней точки купола в 18 метров. Тень она создает, то есть световой режим меняется. Значит, под пальмой мы должны были посадить те растения, которые нуждаются в притенении. И вот мы подбирали те растения, те невыносливые, спацифилиум, антуриум, вот эти колотея. Вот они, в общем-то, уже, так сказать, требуют не такой яркой освещенности. И поэтому мы, в общем-то, их группировали. Возле водоема мы посадили традисканцы, которые очень быстро и хорошо стали разрастаться. Отдельно группа кактусы и суккуленты. То есть им нужно минимум полива, им нужно максимум света. И они у нас сформированы в отдельную такую экспозицию. И мы, в общем-то, даже бульчирование почвы, поверхностные слои, мы тоже его покрыли галькой. Ну, условно говоря, сымитировав те естественные условия, в которых они растут. Практически все деревья, которые доставляли сюда 10 лет назад во Дворец независимости, были родом из Голландии. Ну, это самые экзотические и большие. Но прежде чем пустить корни, здесь два месяца они провели в ботаническом саду на карантине. Целиком во всем Дворце примерно около тысячи растений. Из них примерно 760-770 – это растения, которые в зимнем саду. А вот это, говорят, самое плодоносное дерево – мандарин. Урожай хороший, такой вот подарок Александру Лукашенко на 65-летний юбилей из Индии. Пул первого как-то четко заметил – место обитания, зимний сад спасает. Чего не скажешь про лимоны. Они в зоне досягаемости журналистов, а тут, знаете, все должно быть проверено и опробовано. Как тогда возникла идея сорвать в таком месте лимон? Ну, на самом деле, идея-то возникла случайно, потому что они поспели, и они так манили, и просто притягивали к себе. И, скажу откровенно, было несколько подходов к лимону. Вырезали аккуратно, чтобы не повредить семечки. Семечки быстро растащили коллеги. Насколько я знаю, одной девушке удалось вырастить лимон у себя дома, потом уже в Россию. Когда мы вернулись в Москву, у меня, к сожалению, не получилось. Да, есть повод вернуться не один. Я слежу за социальными частями твоими и наших с тобой коллег, журналистов белорусских, особенно Пула. И у меня мечта, конечно же, попробовать наконец-то арбуз президентский. Я соберу все семечки, посажу их в десяток каких-то, наверное, этих горшочков и буду стараться вырастить президентский арбуз. Там, по крайней мере, шансов больше, чем четыре семечки маленького лимончика. Кто-то наверняка помнит, на этом самом месте десятилетиями ранее был яблоневый сад. Дворец, конечно, возвели, но и яблони сохранили и приумножили. И уверены, найдутся те, кто поспорит с журналисткой и братьей. Так что же круче попробовать из Дворца независимости – лимон или яблоко? Где еще можно поднять руку, сорвать яблоко и съесть вкусное? Нигде, в Польше яблочная страна, там же есть яблоки нельзя, а тут натуральные яблоки. Передаю привет Косте. Яблочко тоже передам. Яблоки, арбузы – не из Дворца, так с личного подворья Александра Лукашенко. Журналисты президентского пула и не только всегда ждут сезон. В главном эфире Анастасия Бенедесюк, Андрей Новгородцев и Александр Самойлович.